Вы в голове держите массу информации, масса сведений, но вы забыли главное. И тогда ангелы говорят, это сын и дочь Бога, будем быстро с ним сотрудничать, будем быстро ему помогать и будем всегда рядом. Это когда ты живешь в атмосфере наслаждения, когда ты живешь в атмосфере удовольствия, когда приятные сюрпризы у тебя не раз в год, а несколько раз в день. Михаил, как Вы считаете, что самое главное в духовном развитии? Очень интересный вопрос. Я думаю, если этот вопрос задать разным мастерам, ответ будет разным. На мой взгляд, занимаясь уже духовными практиками много лет, имея учеников, и имея опыт многих консультаций и семинаров, живых, онлайн, для себя я сделал вывод, что самое важное в духовном развитии – это то, насколько человек осознает и принимает свою божественную природу. Это как азбука духовного развития. Пока человек воспринимает себя только лишь как физическое существо, только лишь как просто человека, он отключен от истинной духовности. Когда человек осознает, что он есть дух, что он есть энергия, что он есть бесконечная душа, что он есть проявление божества, что он больше, чем его физическое тело, что он больше, чем его характер или его личность, что есть большая нефизическая часть, вот в этот момент начинают происходить чудеса. Я когда вот эту тему изучал, вот моя личная жизнь очень сильно изменилась, когда я осознал свою божественную природу. У меня была какая-то определенная борьба. Я помню, когда был такой случай, тяжелый у меня, и я не знал, как там поступить, что сделать. Там очень тяжелый, больной был, и очень сильно демонизированный человек, с ним никто не хотел за него бороться. И я помню, был в медитации, ко мне явился ангел и сказал, «Михаил, собаки рождают собак, птицы рождают птиц. Если ты дитя Бога, ты кто?» Задал мне этот вопрос. Я помню, двое или трое суток я не мог себе сказать, что я проявление божества, что я Бог. Может быть, то, что я в семье родился, религиозное или еще что-то. Но когда я осознал свою божественную природу, вся моя жизнь изменилась. Во-первых, я увидел всплеск чудес исцеления. Во-вторых, я увидел, что экзорцизм стал гораздо быстрее и легче происходить. И если до этого я там лючил людей, и там становилось легче, и это требовалось более длительный процесс, то после того, как я осознал божественную природу, когда я осознал, что я есть проявление Бога, что во мне его жизнь, во мне его ДНК, что он во мне постоянно находится, что во мне Бога столько же, сколько было в Иисусе Христе, во мне Бога столько же, сколько было в Саибабе, не меньше, что у Бога нет любимчиков, что я такой же канал Бога, как они, и моя жизнь очень сильно изменилась. Это повлияло на целительскую практику, это повлияло на экзорцизм, и это повлияло на изобилие. Я осознал, что я подключен к источнику, который никогда не иссякает, что у Бога нет дефицита, а я с Ним единое целое. Это настолько, настолько изменило мою жизнь, и я, когда эту тему изучал, я увидел, что об этом говорится в разных традициях, то есть традиции, которые совершенно с друг другом не связаны. Вот Саибаба, который я очень уважаю, он говорил постоянно в своих лекциях, «Эй, вы, каждый из вас, вы божественны по своей природе, по своему происхождению, но вы об этом забыли». Или он там в другой лекции говорит, «Главная цель человека – осознать свою божественность и жить в соответствии с этим». Даже в Библии об этом есть, там Псалом 81, 6 стих написано, «Прямая речь Бога». Он говорит, «Вы боги и сыны Всевышнего, все вы». То есть просто религия не говорит об этом, она там говорит, что вы там рабы и грешники, но в Библии много указаний говорится о том, что мы с Богом единое целое. Даже вот сам Иисус Христос в Евангелии от Иоанна в 14 главе говорит, «Истинно, истинно говорю вам, тот, кто верит в Меня и во все чудеса, вы тоже сможете творить эти чудеса». И Он говорит, «Вы можете творить даже больше моих дел, потому что я иду к своему Отцу». В современном переводе Он говорит, как это можно истолковать, «Вот я исцелял людей, изгонял бесов, творил чудеса, превращал воду в вино, ходил по воде». И вы можете делать то же самое. Это минимум, что вы можете делать. И поэтому это потрясающе. И в Бхагавадгите тоже об этом говорится. Если мы посмотрим, то есть разные традиции, если мы посмотрим диалоги Кришны и Арджуны, там есть такой момент, такой момент, когда Кришна говорит Арджуне, Он говорит, «Я тебе вот это все объясняю, объясняю, я говорил то же самое твоим предкам, то же самое». А Он говорит, «Каким предкам? Мы с тобой примерно одногодки». Ну, у меня такой вольный пересказ. «Мы примерно одногодки, кому ты говорил?» Он говорит, «Да вот это, Арджуна, вот в этом твоя проблема, потому что ты на Меня смотришь и видишь тело, и ты забыл, что ты Атман, и я Атман, ты забыл». И он дальше прям Кришна наехал на человечество, отчитал. Он говорит, «Вы люди похожи на нерадивых учеников. Вы в голове держите массу информации, масса сведений, но вы забыли главное, что вы божественны. И поэтому вы рождаетесь и умираете, рождаетесь и умираете, рождаетесь и умираете, потому что вы забыли, кто вы. Кучу всего в голове информации, которая никому не нужна». И я был изумлен, что, оказывается, об этом говорится в Гите, об этом говорится и Баба, об этом в Библии говорится. И все самые мощные, сильные мистики и чудотворцы, они возвращают нам и говорят нам и указывают нам о том, что мы имеем божественную природу. И когда я, допустим, консультирую людей, и я вижу, что, например, человек, допустим, неправильно питается, злоупотребляет алкоголем, или участвует в каких-то там, извращениях, ну, всяких, и его там унижают, ко мне разные люди приходят. И я понимаю, что причина, потому что он забыл о своей божественной природе, он относится к себе, как к мусору. Он не ценит себя, он забыл, что в нем живет Бог, он забыл, что он живет в Боге. И я считаю, что вот духовное развитие должно начинаться, и самое важное, осознать, что ты больше, чем тело, ты больше, чем разум, ты больше, чем твоя личность, что ты есть проявление божества, что он живет в тебе, что ты живешь в нем. И когда мы, у меня в школе, я уделяю тому большое внимание, и хотя обучение идет 7 месяцев, эта тема моя самая любимая, она идет красной нитью через все уроки. И ученики в школе, у них это раскрывается. Когда ты просто об этом размышляешь, это как практика, просто размышлять о том, что ты имеешь божественную природу. Просто позволить себе поверить и знать, и принять свою божественную природу. И это не просто внушение умственное, это осознание. И когда ты об этом думаешь, это становится твоим убеждением. А все убеждения, они встраиваются в ментальное тело наше, в тонкие тела. И вот самое интересное, знаете, что происходит? Когда то, кем мы себя осознаем, то, кем мы себя осознаем, у нас в духовном мире как табличка на лбу. И духовный мир и Вселенная строят с нами отношения согласно этой табличке. Например, человек считает себя, я обычный человек, я маленький, я никому не нужный. У него здесь табличка, я маленький человек, я ненужный, я никчемный. Ангелы видят это, они говорят, ну маленький, никчемный человек, ну стоим рядом с ним, даже неприятно рядом стоять. Демоны говорят, это маленький, никчемный человек, можно над ним поиздеваться, энергию позабирать, будем делать с ним, что хотим. Большие финансы летают и говорят, к этому, так это же маленький, никчемный человек. Мы не для него, мы полетим к тому, кто осознает свою божественную природу и на себе не экономит. Вот так вот происходит в духовном мире. Но когда человек осознает, что я сын Бога, я дочь Бога, я проявление божества, то это горящими буквами, это как духовный паспорт. И тогда ангелы говорят, это сын и дочь Бога, будем быстро с ним сотрудничать, будем быстро ему помогать и будем всегда рядом. Демоны этого человека побаиваются, это сын Бога, это дочь Бога, коснусь его, коснусь самого Бога, сгорю. Большие финансы говорят, ну для кого же мы еще тогда, если не для дочери Бога? Может быть я слишком упрощен, может быть я слишком утрирую, но так обстоят дела. И когда ты осознаешь себя дочерью Бога, ты думаешь, дочь Бога будет этот есть в Макдональдсе или не будет? Нет, дочь Бога это не будет, она возьмет другую еду. Дочь Бога или сын Бога будет жить с этим человеком, который ее не ценит и не любит, который относится к мусору. Позволит ли она этому человеку внутрь себя проникать? Не позволит. Она позволит с тем человеком, который имеет божественную природу. То есть это как стиль жизни, понимаете? Это как стиль жизни, то есть это и внешний вид, и питание, и взаимоотношения. И я, мой основной дар, люди во время обучения, я вот это раскрываю в людях. И люди начинают любить себя, люди начинают ценить себя, потому что именно этого хочет Творец и Вселенная. Когда мы не любим себя, мы преступники, потому что Творец любит нас, ценит нас, Он заботится о нас, и поэтому мы должны всегда об этом помнить. Удивительно. Вы так рассказываете, настолько интересно, и каждое слово буквально проникает в структуру. Мне очень нравится формулировка по слову жить в стиле жизни как дочь Бога, или как сын Бога. Это звучит так воодушевляюще, на самом деле. Я даже в момент, когда вы это говорили, я прочувствовала так, выпрямила спинку даже еще больше. Мы сейчас снимаем на Вилле, и я здесь опасалась немного на ночь оставаться, подумала, небезопасно, потому что не слишком закрытая, скажем так, территория. А сейчас я подумала, кто-то может ли проникнуть в дочери Бога? В принципе, если, ну то есть пространство, настолько это, такое же взаимоотношение можно выстраивать и со Вселенной, когда мы понимаем, что Вселенная, она изобильна, Вселенная, она благословна, Вселенная, она все выстраивает именно для тебя. То есть я дочь Вселенной, это то же самое, как и дочь Бога. И соответственно, все, что будет сопутствовать, оно в самом лучшем. Но здесь еще такой момент, что человек сам, он не разрешает этому случиться. То есть у него есть какие-то установки, и опять же мы возвращались к, скажем так, уже настолько изученной фразе, просите, да оно вам будет, что человек говорит только так и не иначе. Вот здесь я никогда не жил там в удобстве, или же я всегда ел такую еду, или мне это не позволено, мне это не разрешено за счет того, что социум наделил его ограничениями, категоричностями, каким-то негативными программами и установками, которые теперь работают на его жизнь. Как осознать свою божественную природу даже не на минутку? Хотя, мне кажется, даже если на минутку уже осознать, ты понимаешь, что как раньше уже не хочется, потому что вот это осознание, оно такое вкусное, сладкое и такое расслабленное и прекрасное. Но тем не менее, как осознаться не на минутку, а пронести это состояние через всю жизнь без негативных программ, установок, не возвращаясь к вот этому, скажем, неблагостному, низковабрационному мышлению, когда ты сам привлекаешь в свою жизнь негативные проявления? Спасибо, очень хороший вопрос. Я могу поделиться своим опытом, как это у меня начиналось. Когда мне он начал, создатель начал показывать, что я его сын и что во мне его ДНК, во мне его природа, во мне его сияние, это не просто какое-то самовнушение. То есть, это имеет, когда у меня были ситуации, когда разъяренный человек одержимый, и там был такой демон, который трое человек его держали, и он вот так вот сделал руками, и три человека разлетелось вокруг, и каждый из этих человек сильнее меня в два раза, они не могли его удержать. Это практическое знание. То есть, я верил, что во мне живет Бог, и я сказал ему, встань на колени прямо сейчас, перед Богом, руки за спиной, и он меня послушал. Но перед тем, как он меня послушал, он глянул в мои глаза, чтобы убедиться, верю ли я в то, что я сын Бога, и действительно ли Бог живет во мне. То есть, меня просканировали, они увидели, что это по-настоящему, он послушал. И это имеет практическое измерение во всех сферах. И вот меня творец как учил? Первый он мне сказал, говорит, понимаешь, у меня нет любимчиков. У меня нет любимчиков. Я говорю, в смысле? Он говорит, смотри, если в мире я что-то кому-то дал, человеку, это значит, возможно и для тебя. Иначе, если бы это было невозможно для тебя, тогда бы у меня были любимчики. Но я тебя так сильно люблю, у меня нет любимчиков. Другими словами, если у человека есть хорошая машина, хорошее жилье, хорошее здоровье, то и у меня это может быть. У Бога нет любимчиков. То есть, он такими простыми детскими фразами меня выводил из этого. И он говорит, если ты найдешь человека, у которого что-то есть, то это возможно в твоей жизни. И он меня освободил от зависти. Он говорит, нужно правильно завидовать. Я говорю, как правильно завидовать? Он говорит, ну когда ты кому-то завидуешь хочешь, это тебе не нужно, можно по-разному завидовать. Можно завидовать так, о, у этого человека есть это. И как бы я мечтал сидеть на берегу, чтобы его труп проплывал, и я смотрел. Да? Ну есть так люди завидуют, желают зла, да? А можно завидовать так, о, у человека это есть, о, он живет в изобилии, о, он сильный целитель, о, он там просветленный. И на самом деле, когда мы завидуем, да, если позитивно отнестись, это тебе пространство, вселенная показывает тебя в будущем. Это твои аспекты проявляются в человеке, поэтому тебя это цепляет. То есть правильное отношение к зависти, вау, у него это есть, это мне вселенная показывает, это я буду через год, такой же, даже круче. О, это я буду через три года, через полгода. Это мне пространство показывает, меня, это мой аспект в этом человеке, так как на тонком плане мы все единое целое, мы видим только то, что резонирует с нами. И он мне начал показывать, у меня нет любимчиков, все, кому ты завидуешь, это ты будешь скоро таким человеком. Ты мой сын, и для тебя все самое лучшее в твоей стране. Вот все двери будут открываться, все самое лучшее в твоем городе будет для тебя. Я так тебя люблю, ты просто классный. И когда я на тебя смотрю, я все время улыбаюсь, ты мой любимый сын. Тебе не надо, знаете, вот религия, в чем ее беда? Религия убеждает человека, что нужно стать хорошим или нужно сделать что-то, чтобы понравиться Богу. А истина в том, что ты и так ему нравишься. Вот прямо сейчас, какой бы ты ни был, он тебя любит, ты ему нравишься. И когда он на тебя смотрит, он все время улыбается. Он принимает тебя, он любит тебя. И вот это все шло так в моей жизни, и я принял, принял эту мысль. И это как практика. Вот отвечая на вопрос, как это, чтобы не уходить на низкие вибрации, то есть я предлагаю это практиковать. И у меня вот, допустим, в социальных сетях по понедельникам выходят на строй, и в школе у меня есть специальные аффирмации, которые мне дали свыше. То есть это не аффирмации психологические, это аффирмации, которые мне как ченнелинг надиктовали. Я их записываю, я могу несколько произнести, которые не из книг. И потом мои ученики, это как практика. Ты можешь, там в спортзале стоишь, на беговой дорожке положил, и эти аффирмации приехать в машине. Ну, например, такие, Бог или там, Творец жив и активен во мне сегодня. Не просто ты это говоришь, а ощутить это. Творец жив и активен во мне сегодня. Прямо сейчас во мне пульсирует и живет его жизнь. Прямо сейчас во мне живет и пульсирует его сияние. Прямо сейчас во мне живет и пульсирует его природа, его ДНК. Я необыкновенная, я невероятная меня нельзя убить меня нельзя разрушить меня нельзя отодвинуть потому что живет во мне бог вот вот есть такие определенные у меня аффирмации которые мне дали свыше их их очень много прямо сейчас я я заявляю что я исцеляющий канал творца прямо сейчас я заявляю что я канал чудес что все самое лучшее для меня что творец просто живет через меня проявляется мною и когда я прикасаюсь к людям это творец прикасается когда смотрю на людей это творец смотрит и через вот такие в том числе практике происходит осознание сознание сознание и вот это божественная когда мы когда мы говорим о божественной природе в основном большая часть людей откликается положительно на это почему потому что это не что-то новое это то что в нас есть но она забыта просто я тот как как тот человек который ночью кричит пожар пожар пожары люди а пожар то есть чтобы вспомнили люди очнулись вспомнили что они имеют божественную природу и у большинства людей которые духовные искатели у них эта мысль откликается но вот дальше чтобы это в практическое русло это действительно стиль жизни вот когда ты думаешь и тебе это платье купить или это купить задай вопрос дочь бога какого платья достойно вот с этим мужчина встречаться ли с этим а дочь бога с каким надо встречаться а что мне кушать вот это я всегда привожу пример да когда тебе твое высшее я говорит купи это тирамису да и этот латте да а человеку там дорого там то я пойду там халвы куплю до себе там и кофе три в одном да это неправильно потому что немножко не к этой теме поток изобилия и ресурсов творец нам дает для того чтоб мы наслаждались когда тебе дается зарплата когда тебе дается донейшн когда дается любое изобилие любого благословения если ты тратишь его без наслаждения это не целевое расходование денег тебе дали чтобы тебя удовольствие ты когда купил просроченную халву и кофе три в одном за 10 рублей у тебя кроме там и жоги никакого удовольствия ты не получишь и энергия изобилия вот представьте вы творец и вы даете изобилие человек экономит и не и не и не расходуют это в радость вы разве будет этому человеку давать поэтому когда люди на себе экономят когда люди себя не ценят ресурсы перераспределяются во вселенной и уходят к тем людям которые на себе не экономят и которые наслаждаются и себя ценят поэтому это вопрос очень практичный когда ты начинаешь себя любить ценить позволять осознавать свою божественную природу то к тебе притягиваются самые лучшие опыты изобилия возможности люди соответствующие путешествие мне однажды ангелы сказали говорят когда человек осознает свое божественное днк мы его перемещаем в духовно богатый район это авторская фраза кстати это никто об этом не говорит духовно богатый район что такое духовно богатый район это когда ты живешь в атмосфере наслаждения когда ты живешь в атмосфере удовольствия когда приятные сюрпризы у тебя не раз в год а несколько раз в день когда у тебя путешествие когда у тебя мурашки приятные по телу да когда у тебя расширение когда у тебя энтузиазм Когда у тебя хорошо внутри, это духовно богатый район. И в этот духовно богатый район никак не переселишься, там проверяют паспорта на таможне. Туда только могут попасть тот, кто говорит, я принимаю свою божественность, я принимаю все самое лучшее для меня, я заявляю, что я дочь Бога. Даже если этого не чувствую, не понимаю, но верю, что я не просто тетка или дядька, я проявление божества, и я прекрасна какая есть, и меня не надо улучшать. Я вот, понимаете, когда мы осознаем свою божественную природу, потом уже нам дают моменты, что там убрать или исправить. Но нам не нужно становиться хорошими, нам нужно это принять, расслабиться и получать удовольствие. Здравствуйте, друзья! Спешу пригласить вас в свою школу духовного развития. В моей школе вы научитесь авторским практикам поднятия вибраций, благодаря которым вы сможете практиковать, не выделяя формально для этого времени. В общественном транспорте, на прогулке, в обеденный перерыв вы сможете поднимать свои вибрации и соединяться с высшими силами. Также в моей школе большое внимание уделяется тому, чтобы вы научились видеть, слышать и ощущать физически своих ангелов-хранителей, своих духовных наставников. Вы научитесь целительству руками, вы научитесь очищению людей от темных энергий и сущностей, вы научитесь очищению рода. Каждый из вас, завершив обучение, вы сможете любому человеку провести 4 сессии. Сессию ангелотерапии, сессию духовного целительства, сессию духовного очищения от сущностей и темных энергий и сессию очищения рода. Обучение построено таким образом, что со второго месяца обучения вы будете практиковать друг на друге. Это для того, чтобы все знания перешли в навыки, чтобы вы стали проводником чудес, проводником света, проводником эволюции, осознанности в своем городе, в своей стране, Дорогие, жду вас в своей школе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok